Радость бытия Присутствует ли в том, чем я занимаюсь, радость, легкость, непринужденность? Если нет, это верный признак того, что время заслоняет от вас миг настоящего, а жизнь воспринимается как борьба или тяжкое бремя. Если в ваших занятиях нет радости, легкости, непринужденности, это еще не значит, что надо менять рот занятий. Возможно, достаточно изменить подход. Как всегда важнее, чем что? Постарайтесь больше внимания уделять процессу, а не результату. Полностью сосредоточьте внимание на сейчас. Это предполагает приятие настоящего. Ведь невозможно фокусироваться на явлении и в то же время сопротивляться ему. Когда вы по достоинству оцените сейчас, тоска и напряжение исчезнут. Ваша жизнь будет течь легко и радостно. Что бы вы ни делали, если вы осознаете миг настоящего, все ваши действия, даже самые простые, будут пронизаны любовью, заботой и стремлением сделать все качественно. Не заботьтесь о результате. Просто сосредоточьтесь на деле. В свое время получите результат. Это весьма эффективная духовная практика. Когда вам удастся избавиться от навязчивого желания убежать от сейчас, все ваши начинания озарятся радостью бытия. Обращая внимание в сейчас, вы будете ощущать присутствие, тишину и покой. Самореализация и удовольствие перестанут зависеть от будущего. Вы перестанете искать спасение в будущем. Вы не будете ориентироваться на результат. Успехи и неудачи не смогут изменить ваше внутреннее состояние бытия. За обстоятельствами вы отыщете жизнь. В отсутствие психологического времени ваше представление о себе будет определяться не личным прошлым, но бытием. Исчезнет внутренняя потребность быть не тем, кто вы есть сейчас. В мире на уровне житейских обстоятельств можно становиться богаче, умнее, успешнее. Но на глубинном уровне бытия вы уже целостны и самодостаточны. Когда вы будете присутствовать сейчас каждой клеточкой своего тела настолько, что каждая такая клеточка будет лучиться жизнью, когда вы будете ощущать каждый миг этой жизни как радость бытия, тогда можно будет сказать, что вы освободились от времени. Освободиться от времени значит освободиться от психологической потребности в прошлом для самоидентификации и потребности в будущем для самореализации. Это самая глубокая трансформация сознания, какую только можно представить. Когда вы впервые ощутите, что такое вневременное состояние сознания, вы начнете поочередно входить в измерение времени и присутствия. Сначала вы осознаете, как редко ваше внимание находится в сейчас. Осознание собственного неприсутствия огромная удача. Такое осознание и есть присутствие, хоть и длится оно поначалу 2-3 секунды часового времени. Постепенно вы будете чаще фокусировать внимание на сейчас. Когда же заметите, что отвлекаетесь на прошлое или будущее, то сможете вернуться в сейчас не на несколько секунд внешнего времени, а на более длительный срок. Таким образом, пока вы не утвердитесь в состоянии присутствия, то есть пока не достигнете полной осознанности, вы будете метаться между сознанием и бессознательным, между присутствием и отождествлением с разумом. Вы неоднократно будете терять сейчас и снова к нему возвращаться. В конце концов, присутствие станет основным состоянием вашего сознания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok